всем доброе утро до утра добром не бывает у нас каждое утро вот такая история и не только утром я правда уже сходила покормила всех и теперь вот у нас что теперь борьба не на жизнь а на смерть боюсь что он когда-нибудь загрызет ее потому что если она еще так знаете ну как бы играючи то этот вот этот товарищ прям вообще по жесткому даже знаете вот так вот хватает и выкручивает вот так вот это визит этот все равно грызет росомахи это точно не сама и все тоже кто-то встал мы с ним спим тут до 11 до красота бегать теперь в трусах всем добро утро девочки он не твой он джусин видишь джуси сидит переживает что ты его тащишь да джусин скажи отняли от меня кота отняли труса ходит не должен кадр попадать все борьба смотрю на них и думаю не больно им так друг другу кусать обнимаются думаешь что у нас как-нибудь будет минус кто-то обнимают обнимаются да ужас и целуются веселуха вообще джуси ты старше но левушка сильнее тебя ну да левушка мальчика она видите как он ее прям за шею ее джусинка мама за тебя иногда переживает смотри любовь целуется это я такой сильной любовью хотел бежать сильной любви такая у нас веселуха джусинка за хост его таскает он ее за шею вот такие вот друзья голый ты нельзя снимать ты же не оденешься никогда минус 13 ветер а мы на финском заливе смотрите какая красота как красиво девочки вообще обалденно смотрите какое небо красиво очень красиво джуси бегает какие-то люди это мои как всегда самые тихие пришли санки то принеси стой шапку тебя тут вот боночка моя девочка моя хорошенькая холодно холодноватый ветерок девочки серёг он джуська вообще туда ускакала смотрите как красиво на самом деле такая тишина если бы не вот эти крикуны можно было насладиться тишина там тоже люди гуляют далеке красота на 8 дурочки он это же радостно вон и любит на финский залив приходить на боночка потом она обычно спит полдня как убитая даже переживаю иногда за нее подхожу вон ты спишь или чё она он какая девица ну чё вы на сам как-то поедете а ты не можешь а ты чё вот так всегда девочки а ты чё а ты чё не можешь так ты съезжай всегда рука замерзла видите меня скачет в этом комбинезоне рыбу ловил берег лёва тут рыбы нет это он скачет в этом комбинезоне как козочка даже неудобный он и там под пузом расстегнула одну кнопку вроде получше и ходить так нормально вон а ты чё не скачешь как козочка скажи ветер и холодно да ну да ветер такой сильный ветер очки запотевают кусок льдина оторвали класс я свой новый платок там замотал тепленько хорошо красота скоро пойдем домой далеко не поехал давай да все толкай его хоть тарать вот они бону кричат бон то вот она что джуси когда зовешь бону то она приезжает прибегает а так не прибегает все холодно ветер девочки вот так вот это народ кучкуется и понятно чего холодно добой скажи пора уже домой чесать на джузька не пойду я к вам так то ветер холодный мальчики надо уже в сторону дома идти мы пообедали решили пойти пока светло все не время что только вечером гуляем с собаками ветер сильно холодно красиво вообще обалденно люблю финский залив красиво но летом вода пахнет 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 нельзя говорим уже как красота джузька моя джузька вообще как это как лисичка бегает везде не попадя крыс крыс кстати она так лоит это крысы пять штук поймала представляете обалдеть пять штук на них благо не ест так придушила и все валяются пять штук такая умничка не то что копии дакаты у меня не ловят бедная собака ведь как смешно бежит комбинезоне ладно пойдем уже тому это холодно всем снова привет а у меня получился влог на самом деле я бы снимала в субботу у меня получился очень маленький что-то я начала снимать и не закончила что называется и так как вот получился такой небольшой я хочу в конце этого видео получается сегодня у нас понедельник сегодня кстати поздравляю всех с началом рабочий рабочих будни вот напишите как вы мы на самом деле еле-еле сегодня встали хотя вчера попытались пораньше лечь спать причем все но и все равно еле-еле привыкли спать до 10 до 11 все-таки новый год он ну скажем так немножко меняет график наверное всем вот но ничего будем вливаться так что все отлично хочу оставить отзыв на ну скажем так три марки которые меня просили чтобы я рассказала о них как мне нравится или нет и первое это вот эти вот средства японской марки которые я заказывала на айхерп вот у меня три продукта крем как бы идти по сыворотке и тоник первое что я хочу отметить что является на мой взгляд минусом этой этих продуктов это запах я даже не могу назвать аромат это как забродивший компот яблочно-ягодный компот причем который постоял на солнышке наверное денечек а то и другой как минимум то есть реально я не знаю как пахнет соки вообще вроде бы здесь же нос даже наверное яблочный компот какой-то забродившийся то есть такая такая прям брошка знаете но немножко разбавленные не сильно концентрированные когда вы наносите все это дело на лицо аромат этот есть он потом выветривается но все равно то есть имейте ввиду если вам не нравится аромат в принципе в отзывах на вот эти продукты и было написано про то что имеет такой аромат вот то но имейте ввиду что хочу сказать вот по поводу тоника видите сколько у меня его уже сколько я уже использовала вот на самом деле он очень экономичный за счет вот этого дозатора потому что он по чуть-чуть выдает и здесь у нас получается сколько 500 миллилитров то есть хватит реально мне наверно даль ну может не до лета конечно но в общем тоник я повторю потому что мне он очень нравится он хорошо он даже увлажняет кожу то есть вы умылись и потом если есть какая-то стянутость если есть какие-то покраснения это раздражение какой-то он все хорошо это снимает то есть там тоник все это снимает это ну очень классный результат на самом деле потому что с таким результатом тоники обычно стоит но в два раза дороже если не больше то есть тоник я повторю плюс здесь 500 миллилитров надолго купил и забыл единственно аромат мне не нравится этот аромат я вам честно скажу но я как-то уже даже привыкла наверно к нему вот что касается вот этих средств я пока особо ничего не могу про них сказать ну аромат такой же до соответственно вот это это как эссенция по своему консистенции как молочком хорошо увлажняет кожу убирает всякие покраснения раздражения ну все наверное пока все что я могу сказать вот про эти средства кремушек вот этот вот достаточно жирненький такой и может давать блеск для комбинированной кожи то свете он такой плотный прямо для комбинированной кожи ну да вот этот аромат конечно вообще потрясающе я бы сказала вот для комбинированной кожи наверно и жирной кожи я думаю что не подойдет потому что он такой достаточно плотненький и жирненький но при этом хорошо увлажняет убирает покраснение как бы успокаивает кожу пока и все но тоник сто процентов повторю если он не пропадет с продажи до заказывала все это на йорку то обязательно повторю это и все что я могу про эти продукты пока сказать я думаю что когда но хотя бы половина останется у меня тогда точно будет понятно буду я использовать или нет но объемы здесь хорошие то есть крема крем здесь сколько 150 грамм а вот этой вот эссенции 150 миллилитров то есть принципе хватает этих средств надолго можно мне кажется не только на лицо он носить шея зона декольте вообще везде так что хочу просили меня также рассказать про ножи от faberlic значит у меня ножей две серии одна вот такая голубенькая и 2 это вот то что сейчас продается это вот эти вот ножи вот эта голубенькая серия у меня полно второй год она и смотрите я ее мою посудомоечной машине принесла показать один нож смотрите видите вот что с ним стало с ручкой я хочу вот это дело все выбросить вот и заменю вот на эти ножи единственное что мне кажется вот эта ручка она деревянная я не знаю насколько она будет долгоиграющей вот она была глянцевая стала матовая посудомоечной машине я их пару раз его мыло в основном стараюсь руками мыть потому что говорят что и лезвие затупляется то есть не очень хорошо да в посудомойке и вот это вот соответственно то что деревянная в посудомойке мыть вообще в принципе нельзя есть из какого-то дерева я уже не помню если честно какое дерево но она стала матовая то есть я так понимаю что вот эта краска слезла отсюда вот эти ножи мне нравятся их удобнее точить то есть здесь нож видите начинаете его точить и вот это вот тоже покрытие она все слезает и появляется вот такие вот стали появляться как бы сколы вот такие вот здесь вот видите я думаю видно да вот здесь вот то есть вот эти ножи я хочу выбросить с этим ножиком то же самое вот здесь вот здесь вот тоже покатилась вот это вот вот этими мне нравится хотя когда я их купила когда их пользовалась первый год они мне очень нравились они действительно долго оставались острыми но вот со временем как бы испортились не знаю все со временем конечно портится но вот эти ножи мне очень нравится вот этот нож очень удобный для того чтобы что-то чистить очень нравится тоненький такой то есть видите здесь вот это это у меня обломал муж банку открывал видите он более тонкий чем вот эти ножи мне понравились в особенности мой любимый нож это вот этот мне он так нравится я все и нарезаю и десна что мясо неудобно мясо для мяса у меня вот этот нож и топом поварской называется вот этот это для овощей а вот это не помню как называется в общем ножи вот эти мне понравились вот это вообще очень хорошо мясо разделать он такой увесистый такой тяжеленький я бы сказала но пока вот сама лезвие в хорошем состоянии вообще муж у меня сказал что вот эти ножи намного в несколько раз лучше чем вот эти ножи потому что он не их натачивал конечно они острыми долго не остаются натачивать их все равно со временем нужно но но вот эти ножи мне очень понравились я хочу себе ну вот у меня обычно видите там несколько ножей хочу себе еще вот такие заказать ножи 1 2 потому что я обычно если я одним ножом режу мясо то я для овощей беру уже другой нож всегда так и последнее про что меня спрашивали это про средства от синергетик вот столько у меня осталось кондиционера и вот столько у меня осталось геля для стирки гель для стирки вообще очень удобно у него вот такой носик крышечка единственное что здесь 5 литров и когда он полный тяжело конечно его подымать наливать вот это вот нет никакого мерного стаканчика но я обычно мерными стаканчиками пользуюсь только для сыпучих порошков а вот этот я так через кран что наливаю это лично я у меня здесь гель для стирки для всех видов ткани для всех видов ткани вот действительно хорошо вы стирается с тканей здесь ничего не могу сказать вот этот вот кондиционер у меня райский сад он очень имеет такой приятный ненавязчивый не яркие не бьющий в нос аромат но когда вы развешиваете белье он конечно пахнет глухает а потом когда белье высыхает просто остается такой аромат свежести чистоты наверно вот и все то есть он сильно не остается на ткани что могу сказать я вот честно все любители этой марки извините меня конечно я повторю эти продукты но я не скажу что это что-то супер вау вот что касается кондиционера до белье мягкое белье лучше гладится но это не самое наверное не такого что вы вот прямо достаете знаете и такое вот прям воздушное все но я не знаю кондиционера от выбор лик наверное больше смягчают белье нежели вот этот синергетик скажу вам честно но если брать по акциям я вот эту канистру для стирки взяла за 600 20 или что-то в этом духе рублей здесь 5 литров та же ласка на акциях обычно два сколько там два с половиной литра стоит 400 там чем-то почти 500 рублей то есть по цене если на акциях то это очень выгодно просто мне писали что получается синергетик дорого если по полной цене туда но можно на зоне есть энергетик на вальберис можно пришел ко мне красавчик котеночек наш маленький вот если то есть нужно ловить акции и по акциям брать вот я буду так делать потому что мне удобно я стираю очень много я стираю постоянно вот из-за вот хвоста тиков в том числе потому что ну и за хвоста тиков том числе то есть пледа вот это все я все стираю очень часто потому что но животные вы плюс дети мальчишки у меня да и мне выгоднее получается брать вот такие средства это и все что я пробовала синергетика больше ничего вот говорят что средства для мытья посуды не очень хорошая вот но в общем я буду ловить акции на вальберис или озон и буду покупать эти средства потому что они ничем не хуже чем тоже ласка чем те же вот эти персилы тайды и так далее даже чуть лучше чуть дороже если по акциям но все равно получается в итоге выгоднее там два с половиной литра здесь пять литров но я с лаской так сравнила да но не скажу что кондиционер прям вот супер мягкое белье дает приятный аромат но он не держится то есть он не ядерный не ядреный вот например когда там персилом тем же постираете знаете начинаешь развешивать белье она прям ядрена так пахнет нет здесь такого нет не навязчивый такой аромат приятный нет такой знаете бывает иногда плохо прополощется белье и вот те же куртки например бывает такое скользкое немножко нет такого вообще даже если вы слишком много нальете все равно все это выполаскивается но еще раз повторюсь обязательно закажу по акции вот там бывает гель для стирки кондиционер там что-то я видела за 1300 или что-то такое 5 литровый вот эти канистры очень удобно на самом деле купил канистру забрал с пункта выдачи сразу же у меня тем более такой он очень удобный сделали где можно подъехать вообще близко близко и сразу же загрузить машину и как бы ни о чем не думаешь вот но стираю я часто заканчиваются у меня все это дело быстро вот так что оставила свои отзывы надеюсь что не знаю синергетик на вальберис нужно вам оставлять ссылки или нет там просто можно русскими буквами набрать энергетик и вам выдаст вот эти все у меня вот такой для всех видов ткани вот а на тоник кто спрашивал я вот вам с огромным удовольствием оставлю ссылочку но нажив и берлик там они сейчас одни только вот такие продаются но я куплю еще вот так что вот такие вот у меня были отзывы я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч